Так называемый черный пиар, это же в 90% случаев слитая, как бы контролируемая утечка информации, так называемая. То есть журналисты у нас, к сожалению, не часто умеют и знают, как ее правильно перепроверить, потому что, ну вот, дал ему информацию, например, заместитель начальника райотдела, да, вот, милиционер, но сам сказал, что я ни в коем случае, нигде в суде не буду говорить, что это я дал информацию. И журналист сидит и думает, я не буду ничего писать, потому что он же потом ничего не подтвердит. А зачем только на него полагаться? Ведь тебе дали факты, эти факты можно проверить другими способами, начиная с тех же самых информационных запросов, на которые отсутствие ответа, это тоже ответ, отсутствие информации, это тоже информация, это надо помнить всегда. И заканчивая просто выездом на место и проверкой на месте. Образно говоря, там, какой-то дом сгорел, он сгорел или не сгорел? Мы приехали, посмотри. Это, к сожалению, происходит сейчас действительно, что очень мало журналистов занимаются этим. И с другой стороны, опять же, это не заговор против свободы слова. К сожалению, если бы это был заговор, было бы понятно, вот, вот, есть заговор, есть группа лиц, мы с ними будем сейчас бороться, как-то вот мы их там победим, выведем на чистую воду. Все намного проще и от этого немножко страшнее. Это экономический вопрос. Работа над журналистским расследованием занимает много времени. А средству массовой информации надо выходить здесь и сейчас, сегодня. У него, у редактора, просто нет ресурса платить журналисту за то, что он будет две недели болтаться, а потом еще месяц получать ответы на информационные запросы. У него нет ресурса в газете. И поэтому есть у нас бюро независимых журналистских расследований, есть у нас какие-то еще журналисты-фриленсеры, которые могут этим заниматься. Но платить за это большие деньги, а это действительно стоит больших денег, редакторы не готовы. Они лучше там, опять же, натаскают информацию из интернета и тем самым наполнят свой контент. Продолжение следует...